Для агрария в Риме весеннеполевых работ – это ответственная горячая пора, когда для достижения хорошего результата необходимо учитывать все нюансы. Каждая уборочная страда для тех, кто трудится в поле, особенная. Ответственное время, когда то, что выращено, отвечает на заботу и уход земледельцев урожая. Завершив оптимальные сроки уборку ячменных полей, сельхозтоваропроизводители Кашхабрского района приступили к жатве продовольственного зерна. К уборке озимых колоссовых культур район приступил 15-16 числа. На сегодняшний день полная общая площадь уборочная составляла более 18 тысяч гектаров, в том числе 2400 гектаров озимого ячменя, 14 тысяч гектаров озимой пшеницы предстоит нам убрать, и еще нам предстоит убрать 1900 гектаров зимующего рапса. На сегодняшний день полностью озимый ячмен на площади 2400 гектаров уборка завершена. При средней урожайности 48-49 центнеров валовый сбор составил более 11 тысяч тонн ячменя. Также район уже приступил к уборке озимой пшеницы. На сегодняшний день, значит, при плане более 14 тысяч гектаров уборочной площади, убрано уже 1000 гектаров, точнее 1100 гектаров. Средняя урожайность в районе составляет 49-50 центнеров. Также уже потихоньку начинают приступать к уборке зимующего рапса. В районе уборочной техники комбайнов достаточно, всего 94 единицы регистрированных. Планируем, значит, в течение двух недель полностью завершить уборку озимых колоссовых культур. Урожайность в этом году, значит, можно сказать, что хорошая урожайность. По сравнению, значит, с весенним периодом, это и засуха весенняя, и как бы недостаток влаги, где сильно выражалось по озимому клину. На урожайность зерновых культур оказала влияние засушливая погода, установившаяся в апреле-майе. Дождей не было, и это сказалось на развитие как озимых культур, так и яровых, отмечает ИП Головаков Хазурабзехов. Сев этого года ячмень у нас 50 гектаров, пшеницы 500, значит, овес гектаров 100 и подсолнечник 250 гектаров почти там у нас. На сегодняшний день, значит, ячмень мы завершили уборку, но с результатом 45 центеров. Но, конечно, по сравнению с прошлыми годами урожайность гораздо ниже, потому что дождей не было, и зерно, да, зерно щупло, и натура, ну, получается, маленькая. По пшенице мы только начали уборку сегодня, но предварительно тоже в пределах 45, наверное, центров пока. Посмотрим другие поля получше, что получится через день-два, потом будет видно. Сорта пшеницы у нас, значит, около пяти сортов. У нас, значит, с оригинала в этом году посеяно Таня Адель, два сорта. Элитными семенами посеяно у нас степь, граф, кавалерка, значит, основная площадь. И в этом году у нас овес на площади 20 гектаров, оригинальный сорт. В одном из самых крупных и успешно развивающихся в районе крестьянско-фермерском хозяйстве достаточно и людей, и техники, и семян. Хочется отметить, что в КФХ и Пайзехово нет текучки кадров. На протяжении многих лет здесь наблюдается стабильность. Механизаторы, все те же самые, прошлогодние, все новых нету, все старые, которые работали. Братья Абрамовы, Харкахов, Аскер, потом Чернышов, на КАМАЗах Семенченко Виктор у нас, Шоров Дукурби, Меженский Витя. Ну, весь тот же состав, который работал, и все люди, которые и сеют, и убирают. Надо сказать, что техники в этом хозяйстве достаточно. В момент нашего приезда в уборке озимой пшеницы было задействовано два КАМАЗа, один трактор и пять комбайнов. В ведении фермера находится и мехток, куда в дальнейшем складируется убранное зерно. Убранное зерно, значит, товарное зерно в склад, а семенные участки будем сразу прогонять через очистительную систему. Первую очистку будем делать и тоже в склад. А потом повторно будем чистить, дорабатывать до кондиции, чтобы можно было после проверки всхожести этих семян, будем знать, что с ними делать, оставлять на семена или не оставлять. Горячая пора у земледельцев продолжается. Многое уже сделано, но и впереди еще предстоит большая работа. Пусть сопутствует в ней всем труженикам сельского хозяйства благоприятная погода.